Ограничение скорости 90 кмш Именно поэтому в нашей сегодняшней программе Cherokee Grand Vitara Я нахожусь где-то под Воронежем по пояс в Черноземе Именно поэтому в нашей сегодняшней программе Grand Cherokee VK2 рестайлинг Перед нами, коллеги, вопиющий пример того, как унылые маркетологи штекера Тесла им в жопу банально провтыкали хороший внедорожник, отдав его на откуп инженерно-техническим энтузиастам Ведь по большому счету данную будку производят до сих пор И во времена, когда даже боевые отравляющие вещества почему-то не отравляют, джип делает правильные вещи А на фоне других сия контора Никанора вообще апофеоз надежности Эту машину я перегоняю с Краснодара И по дороге решил запилить видос Но, коли вас не тошнит при взгляде на Хавал и Шкоду Кадьяк или же вы предпочитаете моторчики от блендера, лишь бы не платить налоги то незамедлительно вырубайте это видео Пол интернета кишит обзорами на всякий ширпотреб вам туда Однако, для начала рубрика «А знаете ли вы?» А знаете ли вы, например, что все леворуки и двухсотые крузаки сделаны в Китае? В Японии их не выпускают, но при этом пишут «Made in Japan» Одно слово – румын Так он Болгарий Да? Какая разница? Этот широк в неполиткорректном для США и калории а-ля Black Life Matters как и все богоспасаемые ширки собран на заводе Jefferson North в Детройте, штат Мичиган Не дай бог жить в этой жопе, но звучит солидненько При этом, например, у Уилл Хапп или, как это говорит по-русски, ступица В оригинале начерка стоит 7 тысяч рублей что втрое дешевле, чем на нашу общую святыню под названием Таха Возникает немой вопрос Вы что там в своем Арлингтоне, совсем уже что ли охренели? Новый обзор, между прочим, почти готов как и обзор на Эдди Баура оригинальный Уилл Хапп, от которого стоит вообще больше 30 тысяч вечно дешевеющих Перед нами Оверленд на максималках, но без пневмы А значит, как писал Кутузов в письме своей дочке Вчера у моей лошадки голову ядрышком оторвало То есть вообще непонятно, что может отъехать на этой машине, кроме заднего редуктора Какое-то время на этих тачках можно было обнаружить редуктора на стрингах И вот эти узлы отмеренно были реально вечные Короче, shit happens Двигатель на 286 коней доработали и теперь он гораздо более надежный, нежели до сочинской Олимпиады Чисто по субъективным ощущениям, это не 3,6 литра Это литров, так 5 5,7 хэми, это вообще улет, не говоря уже про 6,4 на СРТ-8 Но я все живу надеждой, что про эти моторы у нас будет отдельное видео Также мы принципиально не трогаем пихло трехлитровое дизельное Ибо все, что меньше планки прогрессивного налога, это от шайтана лукавого Качественный прорыв в жизни любого человека наступает тогда, когда он думает не о том, что забирают у него хорошие вещи А о том, что они дарят Драйв и кайфушки душевные стоят гораздо дороже любых материальных затрат И когда вы идете за ними, судьба и удача идут к вам навстречу А экономия на всем неизбежно приводит к недостатку всего Именно так это работает Обзор на Чироки 10 года будет в этом углу, так что запоминаем его посмотреть Да, пустим потеющий теплообменник, тем более он потеет на всех машинах, где есть теплообменник Теплообменник, как ружье в театре Если висит, значит кого-то непременно завалят или хотя бы попробуют Карма такой Впрочем, есть пример лучше Видели когда-нибудь дебилов, которые дрифтят на жигулях? Так вот, этих дрифтил тоже ждет неизбежная фиаско в виде наматывания вокруг отбойника Туда ему дорога, но дело не в этом Отдельную уважуху хотелось бы выразить инженером немецкой компании ZF Верной дорогой идете, товарищи Как можно было настолько удачно подобрать мотор под коробку, идя навстречу пожеланиям трудящихся, глубокая загадка Супер, экономичный, едет, ползает, все плавно, хотя можно и люто навалить 8HP пусть и креативили по заказу BMW, но что-то перепутали в техническом задании тефтонского гения И сделали, мягко говоря, очень хорошо Опять же, маркетологи, вероятно, прозевали вспышку Слушай, у тебя прозервативы есть? Все лучшее нахуй! И эта коробка наглядный пример того, что и в наше время бывают достаточно надежные агрегаты И при этом весьма технологичные Напомню, что помимо всего прочего, данная железяка идет на дизельных мамах 4.4 после 10-го года И это вообще уникальный вакоронай современности, когда и моторы КП мега неубиваемые по-настоящему тащат Ну и как бы между прочим Недавно я перегонял в республику Коми Range Rover Sport Видео об этом будет И по идеологии это очень близкие, на мой взгляд, машины ГЧ, как мы знаем, также довели в сторону улучшения Например, перемудренную систему EGR размудрили обратно и сделали все как у всех Теперь тут можно выпиливать каталики и ничего криминального не будет Прежний чирок ничем не хуже, но этот просто пушка-гонка Что характерно, не сильно искушенный обыватель едва ли заметит явные различия между ГЧ за лям и ГЧ за 4 ляма Вроде бы с виду одно и то же, но это не одно и то же Между этими автомобилями лежит технологическая пропасть размером с Марианскую впадину Отсюда и ощутимая разница в бюджете Другое дело, пока мы искали в деньги клиента что-нибудь максимально живое Нам попадалось много тотала, перевертышей и прочего хлама Так что, коли у вас, например, полторашка или 1.6 в край, то лучше все же найти машину на доресте, нежели перелопачивать весь треш и угар ниже ватерлинии рынка Даже за 2 миллиона найти живой аппарат очень сложно, этот взяли за 1.8 Пробег 116, практически идеальный по технике и почти не потребует вложений По мелочам правая подушка мотора уже на подходе, а также сайлент из заднего редуктора Так или иначе, это копейки Уже в Москве я купил зимние шины и переобул тачку, чтобы клиент никуда не улетел в этот же день Тем более, это его первая машина Хм, у меня, к примеру, у первой машины был красный запорожец, причем вообще без резины Большинство проблем до ареста на этой машине ушли в прошлое Будем посмотреть, удалось ли парням из Детройта сохранить преемственность поколений в части того, когда нержавеющий металл начинает ржаветь по передней кромке капота Или же от данного ноу-хау все-таки и решили отказаться Время покажет, за чьим гаражом выше пирамидки Теперь коротко о багажнике Он здесь не нужен Разве чтобы положить в него небольшую лопатку, с помощью которой можно отгонять от машины тещу вместе с ее стратегическими запасами биологического оружия, замаскированного под банки с помидорами Приборная панель это не приборная панель, это пилотажно-командный прибор, отобранный у командира Боинга 737NG Тут не хватает разве что графика курса монгольского тугрика по отношению к кофеопскому быру При этом все что надо перед глазами не грузит и в общем-то не отвлекает Правда, имеет место быть некоторые Lost in Translation Приборки явно не хватает перевода на язык Пушкина, причем желательно от Гоблина Пучкова Рядовой шутник, ты веришь в Деву Марию? Сэр, никак нет, сэр! Автомобиль полностью уверен в том, что он умнее тебя и постоянно что-то втирает Будто надоедливый водитель такси, которого хрен заткнешь Короче, то по радио бесконечно вещают какую-то хрень, то предупреждение выскакивает И уже непонятно, где человек говорит, а где программа Программа секретна При этом на ходу снять галочки не выйдет Вероятно, именно таким образом Янки диктуют свою непоколебимую волю всему остальному мировому сообществу Тем не менее, речевой регистратор полетных данных может довести вас до белого коленя Ограничение скорости 90 каэмш В общем, спокойно послужить музло тут не выйдет Ехал два дня, но так и не смог до конца повырубать различные предупреждения Тем не менее, качество звука в перерывах между программными алармизмами лично меня впечатляет Пожалуй, штатная голова Крайселера, штатную голову GM'а Забьет дубинками, как забивает ОМОН мамкиных бунтарей на Пушкинской площади Музыка звучит еще лучше, чем на предыдущем черке Я бы назвал этот звук одним точным словом Он сочный Короче, в бюджете 1,8, 2, 2,5 миллиона у чероки практически нет альтернатив Ниже 1,6 это хорошая Таха Выше ближе к 3, возможно Таха К2 или Ренджик Еще выше Кадила это 4 Еще выше это опять Ренджик ВАК, ЗОЛО, БМВ щемят даже дети на мопедах и бабушки на тележках из супермаркета Так что ГЧ это отличный вариант Главное найти живую машину и правильно ее обслуживать Ну и для тех, кого тревожит расход топлива Я еду на летней резине, поэтому особо никуда не спешу в основном Именно поэтому расход получился около 10 литров Говорят, что нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом, и с богом То бишь, либо технологии, либо надежность Эта машина рушит аксиомы, она говорит и технологии, и надежность Впрочем, все наши возможности ограничены только нашими желаниями Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал У нас есть сайт, заходите на него У нас есть группа ВКонтакте И вообще у нас много чего вкусного Переходите на темную сторону, у нас есть печеньки Заказывайте у нас машинный подбор И самое главное, не покупайте современное говно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok